добрый день друзья с вами катерина клюева из прага инфо очень рада всех видеть сегодня у нас наша тема это самый древний город украины город килья этот эту передачу я не включаю в цикл путешествие на диване по нескольким причинам ну во первых по задумке путешествие на диване это рассказ путешественников которые недавно были где-то в городе которые они говорят и по своим ярким впечатлением не рассказывают о том куда стоит пойти на что обратить внимание что обратила их внимание и эти непосредственные впечатления как бы стоит становится темой передач склей так не получается потому что на самом деле я была там довольно давно еще в детстве и детские воспоминания во многом делают ее такой какой-то замечательной удивительно мифической да древней вот и легендой но я бы не хотела бы чтобы наша передача превратилась бы в собрание мифов в том числе моих индивидуальных поэтому все-таки сосредоточусь на каких-то исторических фактах концепциях и только немножко затрону свое личное впечатление об этом городе поговорю о том что для меня была келья что она для меня есть сейчас но чуть позже в другой части нашей передачи так начнем с того что когда я спрашиваю своих друзей ребята какой самый древний город украины как вы думаете что они мне отвечают до предсказуемо они отвечают киев так вот келья практически в два раза старше чем киев официально по документам ей 2700 и уже два года 2017 году 18 году прошу прощения она отмечала 2700 летний юбилей удивительный город находится он в одесской области на границе с румынией с одной стороны у нас есть соседи не город вилково да возможно кто-то был там или знает о такой на таком явлении как киевская венеция город буквально построены среди реки и дорог там нет а есть каналы удивительное место тоже обязательно стоит о нем рассказать но в какой-то другой части когда мы будем говорить уже нелки и другой сосед тоже довольно известный город это город измаил знаете же измаильская крепость брал суворов и так далее а вот кили не повезло имея такой огромный возраст она на самом деле сейчас ну максимально заштатная максимально провинциальная и города которым никто не знает но я постараюсь в этой передаче немножечко рассказать нашим зрителям чтобы они перешли в армию тех кто знает о келье побольше и возможно посетили ее но то что было для города решающим ее географическое положение 2700 лет назад сыграла с ней дурную игру уже наше время при советском союзе что случилось келья оказалась в аппендиксе здесь не проложены железнодорожные рельсы доехать до кельи на поезде невозможно поезд идет в измаил последняя станция которая можно пересесть потом на автобус это несколько я не ошибаюсь в тарбу нары но до них ехать еще довольно далеко есть естественно автомобильная дорога в келью но это ужаснейшая дорога украины это позорище которая последние несколько лет просто убивала меня как как человека который любит этот город и самое главное она убивала подвески водителей которые пытались туда проехать отсутствовала просто дорога в келью сейчас ее пытались починить у меня есть отзывы что это удалось что часть этой дороги уже превратилась в нормальное дорожное полотно но в принципе доехать из одессы в келью это довольно сложно там дорога около 150 километров по у таким узеньким дорожечкам бессарабии знойной да как говорится и не самое лучшее путешествие честно говоря ехать из одессы в келью на автотранспорте когда-то в мое детство еще во времена советского союза кили был аэропорт и на кукурузнике можно было долететь из одессы там буквально за час двадцать до самолеты летали не каждый день но и сам аэродром был военные заштатные с одним домиком кассы и там маленьким задчиком ожидания но сейчас этого нет поэтому город с уникальной историей с уже имеющимися легендами ничего не надо придумывать ничего не надо брендировать не все легенды уже собраны все легенды там и вот такой город к сожалению заштатный провинциальный население кили на сегодня около 20 тысяч человек но вот но о нем никто не знает это печальная история на самом деле но я хочу я очень верю что города у которых которые помнят другие времена они не могут просто так кануть летом они будут возрождены я не знаю при нашей жизни это случится или может быть после нас но слава и пышность и гостеприимство и богатство должно вернуться в такой город но по меньшей мере я очень сильно желаю чтобы это случилось с келью сейчас давайте посмотрим заставку фотографий и гравюр которые нас коротко познакомят с келью из примерно с 16 там начала 17 века и до начала 20 века которые эти гравюры ну представят нам что же это за городишко который сейчас такой маленький и незаметный давайте смотреть и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но во времена дореволюционные она называлась по-разному Но главное она была вот такой центральной На нее выходили фасады местных магазинов Там действительно были торговые лавки Также на одной из фотографий вы видели рынок В один из базарных дней На валах собираются со всей округи крестьяне Ярмарка, просто негде упасть яблоку Это просто получается пробка на современный лад Вот такая была келья Когда она была крепостью Потом, когда она была таким купеческим городом То, чем стала келья сейчас Я стараюсь не видеть Но обязательно когда-нибудь Я доберусь смелости И поеду в этот город Я думаю, что не одна С экскурсией Мы все-таки попробуем найти Вот в этих обычных улицах Обычных домиках Ту самую славную историю А история действительно славная Смотрите 2700 лет Что у нас в этот период происходило? У нас Рим образовался Если вы так вспомните Там были специальные Особые Особые Племена латинов Которые в этой местности селились Потом там Ремы, Рому Капитолийская волчица И вот появился Рим Представляете? Это вот там на Апенинском полуострове А здесь В гирле реки Дунай Образовалась келья Ну Признаемся честно Мы же говорим об истории Больше чем о легендах О каких-то выдумках Что говорят легенды? Они говорят неправду Вот они говорят Что келья была основана Александром Македонским Название он дал честь Одного из героев мифов Ахилла Это такой Воин Участник Троянской войны Но по датам не совпадает То есть вроде бы Александр Македонский К тому времени уже умер Тогда Когда Есть какие-то хотя бы доказательства Что на этом месте Уже появилась келья Поэтому Очень красивый Очень эффективный Невероятный миф Который связывает Этот маленький город Со всемирной историей С громадным пластом История Александра Македонского Но к сожалению Не совсем правда На этом месте Действительно Селились люди Но Александр Македонский Келью не основывал Как же получилось Про 2700 лет Ну Скажем прямо Удивительная ситуация Случилась Потому что В 2018 году Депутаты Кельйской рады Районного совета Они просто Своим решением Присвоили городу Такой возраст 2700 лет Это не было Совершенно антинаучно Или каким-то образом Это была Это не было Профанацией Это не было Злобным деянием Депутатов Которые Не читают историю На самом деле Есть Данные раскопок В музее Хранятся Различные предметы Старины Датированы Этим периодом 2700 лет назад Но Возраст Подтвержденный К сожалению Не может Не может быть подтвержден На основании Вот таких Косвенных Так скажем Улит Косвенных Артефактов Поэтому Депутаты Решили Что Килие 2700 лет Поставили галочку Что если появятся Какие-то другие Исторические данные Что эта дата Будет скорректирована Но вот уже Два года Да И вот Будет И праздноваться И дальше Именно такой возраст Обиднее ли Становится Городу От того Чтобы на самом деле Ему как бы Приписали Этот возраст Нет Повторяюсь Совершенно нет Потому что Это действительно Город Который сейчас Находится На этом месте Он действительно Находится На обжитом Намоленном Так скажем Месте На котором Люди селились Множество Веков назад И Которое Действительно Было Стратегическим У нас есть Следующая легенда После Александра Македонского Про то Что Килия Была основана Кем Килия Килия На Килия Немножко Похоже На Киев Килия Киев Ну если так Образно Говорить И действительно По некоторым Легендам Хотя я честно Говорю не видела Доподлинно Фразы Эти Из летописи Что Килия Была основана Тем самым Братом Кием Знаете же Легенду о Киеве Что ее основали Киев Щек Хорев И Сестра Его Их Лебедь И вот Килию Точно 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 Организовал Киев Вплоть до того Что некоторые Следователи Они говорят Да нет На самом деле Это Килию Основали Хорев Кий И Сестрица Лебедь И Потому что Перепутали Никакой Киев На самом деле Стоял Тот самый Город Киев Стоял На Дунае А не на Днепре Ну Скажем так Исторические Мифы Это отдельная Замечательная Тема Каждый Исследователь В силу Своих Убеждений Может тянуть Одеяло на себя Но вот Скажем так Что есть И такая Информация Что Килию Организовал Один из Кто он Там были Норманы Да Или вообще Неизвестно Какие-то Пришельцы Да Из других Земель Что дальше Точно Известно На дату 13 14 Век Что здесь Уже была Большая Крепость И она Сходила Здесь Потому что Это было Замечательное Место В очень Важном Пути Из Черного Моря В Европу Если вы Посмотрите на Карту К сожалению Сейчас не могу Вам ее Показать Но там Вы видели Наверное Карту То есть Вот здесь Находится Черное Море Здесь Гирла Дуная Несколько Гирл Несколько Руссил Этой реки И На мысе Так скажем Находится Келья Получается Что Она Находится На Таком Месте Где Дуна Широкий Полноводный Прекрасный А до нее Несколько Руссил После нее Река Опять Распадается Несколько Гирл Вот Именно На том Месте Где Находится Келья Очень Удобно Построить Крепость Прекрасный Обзор Можно Контролировать Кто Входит В Это Русло Этой реки Кто Выходит Для Охраны Его Для Взятия Подати Для Оказания Каких-то Услуг Это Замечательное Место Вот Генуэзцы Там Поселились Они Писали Об этом Своих Письменных Источников И Называли Это Место Ликостома Что В переводе Говорится Волчья Пасть Если Посмотрите Что Действительно Гирла Таким Образом Расположена Что Они Действительно Напоминают Такую Мордочку Какого-то Возможно Волка Это Первое Объяснение Почему Так Называлось Келья При Генуэзцах Второе Объяснение Река Дуная Она Была На тот Момент Не Такая Как Сейчас Не Настолько Спокойная Там Были Пороги Там Были Водовороты Там Была Сложная Система Которая Требовала Лоцманов Ну И Плюс Охрана От Набегов От Воров И так Далее То есть Волчья Пасть Могла Быть Коварной И Необходим Был Город Который Оказывает Поддержку Мореплавателям Который Там Можно Починить Корабль Если Вдруг Он Налетел На Камни Либо Попал В Водоворот Дал Вооруженный Отпор Если Кто-то Нападает На Эти Суда В общем Генуэзцы Контролировали Его Довольно Долго Довольно Успешно И Город Расцветал После этого После генуэзцев Там была И Киевская Русь Вплоть до того Что Говорили Что Князь Ярослав Осмомысл Хотел перенести В Келью Свою столицу Но Тоже Такие Апокрифы Наверное Конечно Князь Там был убит И Этого Исторического События Не произошло Потому что Еще Почему Может быть Говорят О Князе Потому что В летописях Есть Город Киевец И Его Часто Ассоциируют Килийские В том числе И следователи Те кто Болеет душой За Келью Говорят Что Келья Это Киевец Ну Возможно А может быть И нет Что еще Важно Сказать О Келье Благодаря Своему Выгодному Положению На берегу реки Волдавия Валахия Вот Упоминаемая Киевская Русь Румыния Особая Этап Довольно Длительный В жизни Килии Это Турецкое Господство Султан Захватил Эту Территорию На целых 300 лет Султанат Продолжал Укреплять Город При нем При султанах Появилась Там Действительно Большая Укрепленная Крепость На сегодня От крепости Остался По сути Только ров Который Сейчас Исполняет Роль Городского Пруда Если вы Посмотрите Видео С дронов Ну Ничего Ничего Не Говорит О том Что На этом Месте Когда-то Была Большая Укрепленная Крепость Которую Защищали За которую Боролись За которую Умирали Чем Знаменит Это То Самое Турецкое Господство Иго Турецкое Потому Что Довольно Долго Продлилось В составе Турции Это Наша Келья Находилась Плоть до Периода Правления В Украине Гетьмана Богдана Хмельницкого В истории Богдана Хмельницкого Есть город Келья Представляете Ну вообще Постать Наших Гетьман Вон Теж Дуже Мифологизовани У нас Есть Проблемы С Историческими Данными Потому Что Очень много Документов Утеряно В том числе Благодаря тому Что Сгорели они Либо Ну в общем Пропали И так далее И нам Даже Очень мало Известно Про нашего Национального Героя Богдана Хмельницкого Казалось бы Да Он стоит В Киеве На площади Вожде Софийского Собора Его памятник Стоит В Келье Нет города Где нет Улицы Хмельницкого Или там Какого-то Бюста Памятника И так далее Все украинцы Знают Что это Постать Изменила Долю Нашей Державы А Очень Много В его Судьбе Белых Пятен Одна Из них Как вы Знаете Или не Знаете Богдан Хмельницкий Находился В турецком Плену И вот В Келье Его Продали В рабство Сначала Его захватили Во время Одной Военной Компании Сделали Рабом И после Этого Продали Но Об этом Практически Ничего Не Известно Потому Что Даже Не Известно Был ли Он Один Потому Что Есть Информация Что Его Захватили Вместе С отцом Не Известно Продали Его Вместе С отцом Что Случилось С отцом Потом Неизвестно Что Он Не Вернулся В Украину Он Скончался Возможно Он Скончался Даже В Келье Возможно Их Разлучили И Куда Делся Отец Богдана Хмельницкого Не Известно Довольно Смутно Смутное Представление У историков Вообще В каком Году Это Было Но Факт Есть Такой Келья Этот Город Где Богдана Хмельницкого Продали В рабство Потом После того Как он Вернулся В Украину После того Как стал Гетьманом Он Несколько Раз Ходил В набеге В Атаку На Город Келью В том Числе И Успешно Ее Даже Несколько Раз Отбивал Вот Такая История Кельи Гетьманской Добы На самом Деле Я могу Говорить Об этом Городе Бесконечно В силу Того Что Ну Каждая Эпоха Она Требует Длительного Рассказа Ну Например Коснемся Перескочим Да Из Периода Богдана Хмельницкого На 500 лет Перед Да На Больше В 41 Году Келья Стала Городом Точнее Это территория Стала Местом Где В то время Как Советские ВСК Отступают Сдают Города Отечественное Великое Отечество Вторая Мировая На территории Украины Обозначается Поражением Советского Союза На всех Фронтах А в Кельи Что Происходит А в Кельи Перекопская Несколько 51 Дивизия Она Берет Штурмом Переходит На другой Берег Дуная И берет Штурмом Румынскую Территорию Ну Вы знаете Что Румыния С Германией На тот Момент Была В Коалиции То есть Территорию Фашистской Германии Которая Наступает Там Где-то Дальше Она Отбивает Это Небольшая Флотилия Там Пехота Была И артиллерийские Подразделения То есть Она Берет Штурмом Территорию Германии В течение Лета Когда Дунай Был Очень Высок Высокий Уровень Воды Потому что Там Альпийские Ледники В этот момент Наполняют Вот такой Факт Происходил К сожалению Да Они очень Мало Известны Хотя Памятник Конечно Этой Дивизии Существует Ну И Позже Ну Пришлось Отступить Все-таки Победа На конкретно Этом Участке Она Ничего Не дала Для Стратегических Побед На других Участках Война Все-таки Закончилась Только в 45-м Году Но Факт Есть Факт Вот Такой Поворотный Да Период И Келья Снова Показала Что Надо Достойно Зваться Городом Который Основал Великий Завоеватель Александр Македонский Ну Может быть Основал Что Еще Акелии Когда Я приезжала Туда В детстве Ну Во-первых Это был Город Таинственный Не только Потому что Там Легенды Выходишь На берег Дуная И там Два Острова Лежат Так Ну То есть В гирле Несколько Рукавов Один остров Называется Катенька Другой Машенька Ну И мне Как ребенку Интересно Почему Катенька Наверное Не в честь Для меня Назвали А мне Рассказывают А вот Это Легенда Переда Турецкого Ига Да Про Двух Сестер Которые Хотели Забрать В Гарим Но Вот Они Не Не Хотели Отправляться На Услужение Султану И вот Они В Очень Глубоком Месте Месте Между Двумя Островами Одна С одного Берега Другая С другого Прыгнули В воду И Погибли Да Не Захотели Ити В услужение К туркам Вот Остров Катенька И Машенька Но Доехать Все-таки До Килии В советское Время Было Очень Сложно Почему Потому Что Закрытый Город Город На Границе Я Сказала Что Румыния Граница С Румынией Но Что Такое Граница С Румынией В Килии Не Так Давно У Нас Был Рассказ Юрия Чабына Сегету Мормацией Это Город Тоже В Румынии Но Как бы В другом Регионе И там Граница Представляет С собой Тоже Мост Через Речку Маленькую Речку В Килии Мост Невозможно Построить Потому Что Там Действительно Самый Широкий Дунай Который На нашей Территории Наверное Находится Но На той Стороне Тоже Килия Ну Только Килия Румынская Официально Как бы В Румынии Говорят Что У них Килия Вике А на той Стороне На украинской Стороне Килия Ноа Ну То есть Получается В Румынии Старая Килия В Украине Новая Килия Но В Украине Соответственно Не делят Старую Новую Говорят Здесь Килия А там Килия Вике Килия Она Довольно Маленькая Румынская Килия Это Очень Маленький Поселок Да Это Даже Не Город Но Когда Советский Ребенок Ну Я говорю О себе О своих Личных Воспоминаниях Когда Советский Ребенок Впервые После того Как Граница Вот Эта Знаете Следовая Полоса Столбы Вот В какой-то Момент После того Как Советский Союз Начал Распадаться Перестройка И так далее Убрали Эту следовую Полосу Убрали Действительно Вот эту Границу Там Где Патрулируют Пограничники Собаками Я Первый Раз Вышла На Берег Реки И Увидела Через Через Реку Вид На Другую Жизнь На Заграницу Так как Это Водная Преграда Не дает Размотреть Там Особые Возможности Но Над водой Прекрасно Распространяется Звук На той стороне В Кельявике Есть Церковь Которая Звонила Периодически На службу Созывая Католический Собор И тогда Там были Слышны Долетали С того Берега Песни На Румынской Непонятные Не очень Четко Слышны Но Это Было Волшебство И Вот Та Вот Самая Заграница За рекой Невероятное Ощущение Тут же Туда же С детства Легенды Как Рыбак На Веслах Пытался Переплыть На ту сторону Ну Как Его смелые Пограничники Захватили Там Кто-то Пытался Переплыть Чуть у него От каланги Ну Такие Легенды Тоже Были То есть Келья Продолжает Продуцировать Эти Замечательные Замечательные Истории Я Наверное Повторюсь Я верю Что У города Который Настолько Исторически Наполнен Да У которого Такой Огромное За 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 плечами Огромное Количество Событий Он Не может Просто Так Уйти Погибнуть Город Обязательно Обязательно Возродится По меньшей Мере Я верю В это Очень Очень Сильно Киевля Киевля Киев Килийцы Сегодня Ну Стараются Делать Все Для того Чтобы Их Город Не забывали Я Очень Рада Что Иногда Мне в Супермаркетах Попадаются Продукты Одной Компании Которая Находится В Килии Она Делает Болгарскую Брынзу Невероятного Вкуса Эта же Компания Выпускает Пиво Которое Тоже Называет Именем Килии Плюс Килийское Вино Скажу Два слова Чтобы это Было Не реклама Алкогольных Напитков Фейсбук Это не любят И вдруг Нас Смотрят Дети Не стоит Об этом Пока Рассказывать Килийское Вино Это Ну Что-то Необыкновенное Мои Воспоминания Все-таки детские Я Вино В тот момент Не пила Но Что замечательно В Советском Союзе Были бочки С квасом Подходит человек Перед работой Выпил квас И побежал На службу На работу В Килии В тот же момент В перестройку Вместо бочек С квасом Всегда были Бочки С вином Оно было молодое То есть Крепость Не очень высокой Но Было принято Нормально Совершенно Не являлась Пропаганда Алкоголизма Или там Каким-то образом Подпадала Под горбачевские Реформы Виноделие То есть Нормально было Подойти Взять Бокал Стакан этого Вина Неважно Женщина Мужчина Ребенок Даже Выпить И отправиться По делам То есть Культура виноделия Там тоже Очень хорошо Развита Есть даже Районированный Сорт Ну уникальный Сорт Который растет Только в Килии И из него Делают Несколько Вин Возможно Кто-то пробовал Когда-то Популярный Был Винок Дуная Довольно Недорогой Но С очень Интересным Букетом Да Это Винок Крепленое Сладкое Такое Которое Ценители Говорят Что это Нет Это Недостаточно Прекрасно Но поверьте мне Этот Вкус Это вино Это Свидетель Свидетель Многих праздников Многих Замечательных Событий Это Как бы Вино Которое Достойно Для того Чтобы вы Его попробовали Поэтому Друзья мои Карантин Заканчивается Есть Много Удивительных Мест Которых Стоит Посетить Я Обязательно Приглашу вас Келью Я обязательно Раскопаю Достану Покажу вам Удивительные Уникальные Места В этом Городе Мы найдем С вами Где же Александр Македонский Все-таки Основал этот Город Мы найдем С вами Место Откуда Есть Пошла Келья Земля Украинская Которой Получается 2700 лет Приглашаю вас В это Путешествие Которое Наверное Состоится В конце Лета Я надеюсь Если что У нас Все появится Все наши Наши деньги Наши возможности Наше настроение На этом Я буду Заканчивать Спасибо всем Кто Был в эфире Спрага Инфо Меня зовут Екатерина Клюева Сегодня мы Говорили О самом Древнем Городе Украины Килии Спасибо Всем Кто Слушал До новых Встреч Пока Пока